Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. В этом видеоматериале хочу поговорить об аятах Корана. Вы все знаете, что Коран состоит из аятов, и благодаря этому он как-то вот облегчен для восприятия верующих. И многие аяты повторяются неоднократно. То есть у Корана есть свой стиль, и он ничем не похож на предыдущие священные писания. Не похож ни на Ветхий Завет, ни на Евангелие, хотя повторяет тексты. И когда мне кто-то написал в комментариях, что все это было написано одной рукой, и поэтому было написано буквально одновременно, я хочу сказать, ничего подобного. Так можно сказать только человек, который не открывал этих книг. Коран резко отличается своей стилистикой. И меня сегодня еще заинтересовала одна вещь, это нумерология Корана. Я, в принципе, и раньше задумывалась на эту тему и обращала внимание на цифры. И сегодня произошло такое странное совпадение. Как раз подошла эта тема, и номер моего видеоролика – 219. Вот этого вот. Я никогда не говорю вам то сегодняшнее число, когда я выпускаю видеоматериал. Вот сегодня 23 мая, я вам говорю. Почему? Ну, потому что как-то очень так странно, маленько совпали цифры и номер ролика – 219. Причем у меня нумерация роликов сохранена, а часть видеороликов я удалила, поскольку вы не смотрели видеоматериал для детей, где я в школьной форме. И я оставила только частично эти видеоролики, а нумерацию оставила из-за видеоматериала, который находится в 88-м ролике, поскольку там те люди, которые позиционируют себя царями, и они ставят лайки. И вот у нас на сегодня 219 ролик. Мне он сразу кинулся в глаза, поскольку 2019 год у нас на сегодня. И вот когда я стала изучать материал по аятам, то есть он у меня лежал готовый на столе, я пробежалась глазами и решила уточнить число аятов в Коране, получилось цифра 6346. Обратите внимание, по краям две шестерки, в серединке тройка-четверка. В сумме, если мы сложим вот эти вот числа 6, 3, 4, 6, то получится у нас цифра 19. И как-то вот сразу это указывает на сегодняшний год, на наш год 2019. Но самое интересное, что сур в Коране, 114, я сложила суры, получилось число 24. Сегодня число 23. Ну, у меня есть тройка и четверка между шестерками. Поэтому я думаю, можно опередить события и рассказывать эту информацию. Возможно, вот здесь скрыт какой-то код. Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, все вот это вот, какие-то мои такие выдумки. Но мне бы прям хотелось, чтобы кто-то занялся этой вот нумерологией Кораны. Я думаю, что много открытий мы сделаем, если начнем эту тему изучать. Возможно, я когда-то к этой теме более тщательно отнесусь. Ну и сегодня, в принципе, вот с нумерологией все. Еще задали мне вопросы. Стоит ли его изучать Коран с точки зрения хронологии? Вы знаете, мне кажется, что нужно изучать Коран разнопланово. И мне кажется, он настолько написан нам на будущее, принесет нам столько много интересных открытий, что мы будем в шоке, если начнем его изучать. И, возможно, вот даты событий многих зашифрованы в текстах Ветхого Завета, Евангелия. Я вам говорила, что многие совпадения по цифрам были у меня, по крайней мере, когда я выбирала цитаты нужные. Итак, зачитаю цитаты об аятах. Сура Муравьи, первый аят, это аяты Корана и Ясное Писание. Сура Иосиф, первый аят, это аяты Ясного Писания. Сура Хадж, 16 аят, мы не спослали его Коран в виде ясных аятов, и Творец ведет прямым путем того, кто поживает. Сура Худ, первый аят, это Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены мудрым ведущим. Следующий асура Месяц, 22 аят, мы облегчили Коран для понимания. Но есть ли среди вас вспоминающие? Да, он облегчен за счет как раз стиля текста, и рассчитан на самого простого читателя, очень доступен. Я, конечно, не хочу сказать, что нет непонятной информации. Есть такая информация, да, мы доберемся до нее, и я думаю, что разберем эти аяты. Следующая сура Толпы, 23 аят, Творец миспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходные и повторяются. Действительно очень много аятов, которые повторяются. Причем повторяются иногда в таком количестве, что просто вот удивляешься. Я буду, когда смотреть вот эту информацию, прям есть у меня в одной суре до 30 раз, по-моему, повторяется один и тот же аят, прям как бы обращает на себя внимание резко. И еще, значит, есть один аят, и Асура Имран, 7 аят, он тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясноизложенные аяты, в которых, так, ясноизложенные аяты, составляющие мать Писания, то есть это основа этого Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Ну вот иносказательные аяты, это как раз те сложные места Корана, которые трудно воспринимаются верующими, и зачастую неправильно. Это как раз вот аллегории, которые присутствуют во всех текстах Писания. Мы с вами уже обсуждали некоторые аллегории, которые есть в Ветхом Завете и в Евангелии. И я думаю, что, дай Бог, все нормально обсудим и те аллегории, которые есть в Коране. Хотя вот аллегории Корана, конечно, они более труднодоступны для понимания. Сура Имран, 7 аят, те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желают посеять смуту и добиться толкования, хотя толкование этого не знает никто, кроме Творца. Но мы, конечно, попытаемся понять эти аяты, поскольку много ключевых слов, которые рядышком находятся, и объясняют эти аяты. Поэтому, если вы люди неверующие, то вы как раз пользуетесь интерпретацией вот этих вот иносказательных аятов, если вы пытаетесь увести в сторону верующих. От чего? От тех заповедей, законно Творца, которые существуют. Поэтому не грешите и не интерпретируйте правильно. Ну, хочу на этом этот видеоматериал закончить. Всего вам доброго!